Новые звуки. Сказка. Ему много дано. Он родился, рос в пышном замке, окруженном великолепными садами. Он княжеский сын, богат, молод, силен, красив. Кроме всех этих благ, он одарен необыкновенным талантом. Он скрипач. Еще в ранней молодости, едва держа крошечной ручкой смычок, он исторгал из скрипки дивные звуки. Родители, души в нем нечая, окружили его чрезвычайною заботливостью. Он рос, как нежный цветок в теплице. Ни бури, ни грозы, ни ненастья. Ничего. Наконец-то он вырос. Он знаменит. Какое счастье! Он гордость всего своего княжеского рода. Вельможа в восторге от его игры. Знатные дамы на перерыв стараются овладеть его вниманием. Тщетно. Он горд, недоступен, беспечен. Но вот в душе его вкралась любовь. Как нежный напиток она согревала, веселила и опьяняла. Долго молча любывался он красавицей. Наконец не вытерпел. Признался. И... И... Был отвергнут. Кем отвергнут? Бедной девушкой. Цветочницей, которая случайно заходила в замок. Юноша на все ласки, на все уверения, что безграничная любит ее, получал один и тот же ответ. Обманешь. Что это значит? Ты не понимаешь. Что значит обман? Нет. Девушка недоверчиво качала головой. Он действительно не понимал. Рожденный в богатстве, он с пеленок ни в ком и ни в чем не нуждался. Его никогда не стесняли, не запугивали. Ему не приходилось быть в таком состоянии, когда возможен обман. Ему было чуждо это чувство. Было чуждо и название этого чувства. Наконец, чтобы покорить сердце молодой красавицы, он схватил свою скрипку. Он заранее торжествовал победу. Его игра не раз приводила в восторг публику. Он заиграл. Льются прелестные звуки, мягкие, словно теплые воздушные волны. Они нежат, голубят, умиротворяют. Он кончил. Девушка молчала. Он был поражен. Он ожидал восторга, радости. А тут гробовое молчание. Он недоумевал. Что же? Не нравится тебе, а тебе нравится. Ни перед кем еще не играл я с таким увлечением, как перед тобой, жаром произнес юноша. И слушатели всегда восхищались. Насмешливо спросила девушка. Да. А знаешь почему? Почему? Потому что ты и твои слушатели сытые, довольные. Какие же тебе звуки нужны? Какие? Слезы, стоны, презрение, ненависть, проклятие. Он снова начал играть, стараясь все это выразить звуками. Ничего не выходило. Он не знал ни слез, ни стонов, ни презрения, ни проклятия. Девушка между тем убежала. Юноша испытывал нечто совсем ему незнакомое. Чему и название не знал. Это была тоска. Безысходная, сосущая тоска. Ему разом опротивило все. Он вышел из замка и пошел бесцельно бродить. Долго, молча он ходил. Грусть все более и более обладевала им. Из глубины души у него вырвался звук. Он понял, что его называют стоном. Наступила ночь. Юноша все шел, дошел и незаметно для себя очутился в городе. Он часто раньше бывал в городе, но ему показалось, что он впервые сюда попал. Мальчиком он ездил по нем кататься в сопровождении старших, отца и матери. Взрослым он являлся с особенной целью – изучать древности города. Он прекрасно знал развалины старого города, но совершенно не был знаком с теперешним. Масса людей, шум, гам, крики – все это поражало его своей новизною. Больше же всего его удивляли женщины. То и дело они приставали к нему, настойчиво зовя к себе. Наконец, одна старая, некрасивая, прямо взяла его под руку и увлекла за собой. Юноше захотелось узнать, чем это кончится. И он не сопротивлялся. По дороге она успела рассказать, что у нее двое детей. Кормиться нечем. Вот и приглашает к себе в гости. «Деньги нужны», – сказала она, таким тоном, что ему и страшно, и гадко стало. Они вошли в грязную комнату одного большого дома. При их входе двое маленьких детей бросились под кровать. «Они нам не помешают», – сказала женщина. Она стала раздеваться, приглашая то же самое сделать и его. Он был ошеломлен. Стены замка долго не давали действительной жизни, коснуться до него. Теперь же эта жизнь, словно бурный поток, ворвалась. Эти жалкие дети, эта женщина, все это вместе, словно обухом по голове, ударило его. Он в изнеможении опустился на единственный стул в комнате. «И я была молода», – меж тем говорила женщина. «Такой же красавчик, как ты, полюбил, обольстил. Вот дети, бросил». Он вдруг почувствовал, что мог бы задушить собственными руками обольстителя. В нем что-то кипело. Он понял, что это именно и есть презрение, ненависть, проклятие. Невольно вспомнилась ему красавица-девушка. «Сколько», – думал юноша, – несчастная, – выстрадала, когда спокойные звуки ей противны. В этот миг ему самому были чужды эти звуки, неприятны. В это время раздались голоса в соседней комнате. Две женщины спорили. Одна старческим голосом твердила. «Ты не права. Быть может, он и любит, не обманет». «Нет», – закричал кто-то в ответ. «Всех ненавижу, презираю, надругаются, а потом бросят. Будь они прокляты». «Чей это голос?» – вырвалось у юноши. «Это дочь хозяйки. Цветочница она». Он уже не слушал. Сильным движением руки толкнул он дверь. Она раскрылась. Посреди комнаты с распущенными волосами, словно видение, стояла любимая им девушка. Их взгляды встретились. Раздался нечеловеческий крик. Девушка, как подкошенная, пала замертво. Юноша в первый раз в жизни овладела отчаяние. И он зарыдал. Вот он бледный, измученный. Толпа говорлива, шумлива. Лишь только взовьется его смычок, смолкло все. Затаили дыхание. Льются новые звуки. В них столько кротости, покорности, мольбы, сколько в восторженной молитве. Кажется, кто-то, коленопреклоненный, забыв весь мир, призывает неземные силы услышать, помочь. А вот и слезы. Чудится. Кто-то жалобно-жалобно плачет. Словно стонет. Умирает. Умер. Замер и аккорд. Толпа очнулась. Крик. Рукоплескание. Ряд новых звуков заглушает и этот шум, и эти рукоплескания. Это уже не мягкие, спокойные звуки. Это скорее крик наболевшей души. В этом крике слышатся и презрение, и ненависть, и проклятие. Эти звуки не усыпляют, а будят душу, на борьбу вызывают. Ему дались эти новые звуки потому, что сам он много выстрадал, много перечувствовал.